Всем пламенный, бодрящий привет! Надеюсь, вы рады меня слышать, даже несмотря на такой большой перерыв. В эфире LoftBlog, для вас вещает Николай Алексеев, а вы внимаете моим потугом рассказать вам об особенностях того, как создаются игры с помощью Unity. И сегодня у нас с вами уже девятый номерной урок, в котором мы поговорим о UI. Он же UI, он же GUI, кому как удобнее. Не знаю, что по этому поводу говорит Википедия, но в моей вселенной UI расшифровывается как пользовательский интерфейс. То есть вся та информационная вакханалия, которая происходит на экране, и с которой игрок так или иначе взаимодействует. Ранее для ее создания надо было нихреново так попрыгать с бубном. Создавался весь интерфейс исключительно из криптов, либо надо было применять сторонние плагины. Сейчас же создана объектная модель создания интерфейса с помощью визуализации, и ее мы как раз сегодня и рассмотрим. Для создания любого элемента интерфейса нужно в окне иерархии сцены кликнуть правой кнопкой мыши, выбрать Create Object, UI, и соответственно выбрать тот элемент, который нас интересует. Их у нас не так много, и мы пройдемся по порядку. Для начала создадим элемент текст. Как мы можем заметить, он создался не один, а появился в виде дочернего элемента к объекту Canvas. Объектная модель создания интерфейса в Unity подразумевает, что абсолютно все элементы интерфейса должны быть дочерними к Canvas. В самом Canvas нет ровным счетом никаких настроек толковых, и он нас практически не интересует. Поэтому пойдем сразу же проходиться по настройкам самих элементов. Во-первых, для более удобной работы с интерфейсом советую переключить вьюпорт сцены в режим 2D. Далее просто посмотрим, как работает интерфейс. Разместим наш текст ровно по центру экрана и запустим игру. Как мы видим, текст все время находится ровно в середине, как интерфейс в любой другой игре. То есть камера всегда будет воспринимать его там, куда мы его разместим. Для того, чтобы максимально корректно распределять элементы интерфейса по экрану, у каждого из этих элементов есть такая вещь, как якорь, она же Encore. Привязать элемент можно к одной из девяти точек. К углам, серединам сторон, либо к центру экрана. И, соответственно, координаты расположения элемента на экране будут отсчитываться непосредственно от той точки, которую вы выбрали в качестве якоря. Также у каждого элемента существует такое свойство, как Pilot. Это та точка на самом элементе, от которой будут отсчитываться ее координаты, по аналогии с 3D-модельками. Зная об этом, разместим наш текст в левом верхнем углу и посмотрим, как это будет смотреться в режиме игры. Как мы видим, текст всегда теперь приклеен к этому углу, и мы можем легко им манипулировать. Вне зависимости от разрешения нашего экрана, он все время будет находиться именно в левом верхнем углу. У самого объекта текст не так много свойств. Вы можете настраивать его внешний вид, это шрифт, размер, цвет, выравнивание. Сам текст можно задавать как из инспектора проекта, так и из скрипта. Взаимодействовать с любым элементом интерфейса можно точно так же, как с любым другим объектом, просто получив его посредством GetComponent и взаимодействуя с нужным свойством. Следующим элементом интерфейса, который мы рассмотрим, является картинка или Image. Собственно, само название говорит само за себя. С помощью данного элемента мы можем располагать на экране любое изображение. Свой здесь еще меньше, чем у текста, но по совести нас интересует только сама картинка. То есть мы можем задать данному объекту любое изображение, существующее в нашем проекте, и оно отобразится на экране. Далее давайте продемонстрирую вам, как работает якорь. Разместим нашу картинку точно там же, где наш текст, ровно под ним. Как мы видим в окне сцены, картинка также находится ровно под нашим текстом. Однако, когда мы запускаем игру, картинка сползает. Это происходит потому, что сейчас у нее в качестве якоря установлен центр экрана, и координаты, на которых она находится, рассчитываются именно от него. Вне зависимости от разрешения игровой области, она будет находиться всегда на одном и том же расстоянии от центра экрана. Стоит нам сменить якорь на левый верхний угол, и картинка расположится именно там, где мы и хотели. По умолчанию объект картинки всегда создается одного и того же размера. Но если вы хотите подогнать его под размеры вашего спрейта, то для этого есть специальная кнопочка. Далее по списку у нас идет кнопка. И тут уже немножко поинтереснее, потому что началось хоть какое-то взаимодействие с интерфейсом. Кнопка в Unity не является чем-то сверхъестественным, это просто кнопка, на которую можно нажимать. Сама по себе кнопка является составным объектом, и текст, который на ней написан, редактируется внутри дочернего элемента текст. Ну и как я говорил, на кнопку можно нажимать, а значит это нажатие можно обрабатывать. На компоненте Button есть свойства, позволяющие настраивать те функции, которые будут отрабатывать по нажатию на кнопку. Для того, чтобы кнопка понимала, какую функцию вызывать, эту функцию нужно описать в каком-нибудь отдельном скрипте. Функция должна быть публичной. Далее данный скрипт необходимо подключить к любому объекту на игровой сцене. Этот объект скормить компоненту Button, и уже в выпадающем списке можно будет выбрать ту функцию, которая будет отрабатывать по нажатию на кнопку. Давайте заглянем внутрь нашего скрипта и посмотрим, что именно там происходит. Как вы видите, в функциях нет ничего хитрого. Здесь просто в консоль будет выводиться информация о том, что событие произошло. Также вы можете заметить, что здесь присутствуют еще две функции, и по их названиям можно догадаться, что они обрабатывают другие события. Однако у кнопки существует только событие OnClick. Каким же образом нам заставить кнопку обрабатывать события на нажатие и отпускание кнопки? Для этого в Unity есть дополнительный компонент. Называется этот компонент Event Trigger. Его можно повесить на любой элемент интерфейса, и он позволит добавить дополнительные события. Список событий достаточно обширный. К примеру, первые два пункта — это событие наведения мыши и выхода мыши за пределы элемента. А следующие два элемента — это как раз-таки интересующие нас события нажатия и отпускания. Добавим их в обработчик, назначим им функции для выполнения, и посмотрим, что из этого получится. Как мы видим, все события отработали именно в том порядке, в котором нужно. Сначала отработало событие нажатия, затем событие отпускания и затем событие клик, которое как раз-таки также срабатывает именно только после того, как мы отпускаем нашу кнопку. С помощью этих двух событий вы, например, можете создавать свой собственный интерфейс управления мобильными играми. Следующим элементом управления в нашем интерфейсе является Toggle, он же Checkbox. Это также составной сложный элемент, который состоит из нескольких картинок и одного текста. Настройка его также не вызывает никаких сложностей. Текст можно поменять в дочернем элементе Text, а внешний вид галочки задается с помощью компонента Image. Элемент Toggle имеет только одно событие, которое срабатывает при изменении состояния данного объекта. У компонента Toggle есть свойство IsOn, с помощью которого вы можете определять, поставлена галочка или нет. Ну и, соответственно, поставив или сняв эту галочку, вы будете определять значение по умолчанию данного элемента. Теперь давайте рассмотрим элемент под названием Slider. С помощью данного элемента управления вы можете делать какие-либо настройки. Например, громкости звуков или яркости экрана. Если по-русски, то это просто ползунок. И ползунок этот, так же, как и многие другие рассмотренные ранее элементы, является составным элементом, состоящим из более простых. Соответственно, его внешний вид настраивается посредством самых элементарных манипуляций с компонентом Image. Вы можете задать абсолютно любой внешний вид данному объекту, чтобы он вписывался в стиль вашего интерфейса. И на функциональность это никоим образом не будет влиять. Также, благодаря встроенному свойству, которое позволяет слайдеру закрашивать ту область, которая находится левее ползунка, его очень часто используют для организации в интерфейсе таких объектов, как HealthBar, Manobar и прочее. То есть, грубо говоря, полоска состояния здоровья. Так как вам не нужно апеллировать шириной картинки, с помощью которой можно было бы сделать ту же самую полоску здоровья, вы просто взаимодействуете с компонентом Slider и задаете ему параметр Value. А он уже, в свою очередь, сам отрисовывает нужную полоску. Далее по списку идет ScrollBar, но сам по себе он не представляет ровным счетом никакого интереса. Его нужно рассматривать только в связке с чем-нибудь другим, чтобы взаимодействие на сам ScrollBar давало какой-то эффект. Поэтому сейчас мы его рассматривать не будем, а рассмотрим в дальнейшем в составе уже другого, более сложного компонента. По списку очередь дошла у нас до компонента, который называется DropDown. Данный элемент по-русски это просто раскрывающийся список. Как это может быть предсказуемо, но это тоже сложный компонент, состоящий из более простых, и, соответственно, внешний вид у него настраиваемый. Более того, этот элемент один из немногих, который не просто настраиваемый, но и расширяемый. То есть тот внешний вид и функциональность, которую предоставляет нам DropDown, только что созданный с помощью Unity, это неполноценный его функционал, и он может позволить нам добавить еще буквально парочку собственных элементов. Список элементов раскрывающегося списка задается в настройках самого компонента. Добавление и удаление этих элементов осуществляется по нажатию кнопочек плюс и минус. Также каждому элементу дается возможность задать иконку. Давайте зададим нескольким элементам своей иконки. Однако мы не увидим результата нигде, потому что наш DropDown сейчас не знает о существовании того объекта, в котором он будет отображать этот результат. Это как раз то самое расширение, о котором я и говорил. Нам нужно создать еще один дочерний элемент Image, который будет принадлежать DropDown, и указать ему его в его же свойствах. Как только мы это делаем, DropDown сразу же понимает, что нужно сделать с данным элементом, и начинает отрисовывать внутри него нашу иконку. Когда мы будем переключаться между элементами выпадающего списка, он будет подставлять в данный компонент иконку конкретного пункта этого списка. Однако, как вы можете заметить, в самом выпадающем списке этих иконок не видно, и это тоже можно исправить. Для этого нам нужно зайти в самый глубь иерархии нашего выпадающего списка, в окне иерархии сцены, и там еще создать одну картинку. А далее в настройках указать эту картинку нашему компоненту DropDown. Теперь, когда мы уже, находясь в режиме игры, будем раскрывать наш список, мы будем видеть иконки, принадлежащие каждому конкретному элементу списка. У DropDown, так же как и у нескольких предыдущих элементов, которые мы рассмотрели, есть всего одно событие, которое отрабатывает именно по изменению состояния данного события. Это же событие есть и у ScrollBar, и у Slider, и у Toggle. Здесь интересности закончились, поэтому переходим к следующему элементу. И следующим по списку у нас идет InputField. Это по-русски поле для ввода. Текстовая в поле, в которое пользователь сможет вбивать какую-то свою информацию. У данного элемента есть достаточно много интересных настроек, давайте постараемся рассмотреть самые основные. Первое, что мы сможем с вами поменять, это тот текст, который написан в качестве просьбы ввести какую-то информацию. Данный текст меняется в дочернем элементе текст под названием Placeholder. Далее мы можем выбрать ContentType. В раскрывающемся списке данного свойства мы можем наблюдать несколько элементов. Выбрав один из них, вы задаете те символы, которые можно будет написать внутрь InputField. По умолчанию туда можно писать все подряд. Также вы можете выбрать, что это будет только целые числа, вещественные числа, либо буквы вместе с цифрами, без спецсимволов. Если выбрать в качестве значения данного параметра свойство Name, то все значения, которые пользователь будет печатать в этот InputField, будут начинаться с заглавной буквы, а продолжаться уже срочными. Вторым пунктом выпадающего списка является автокоррект. Это если верить документации, то он должен автоматически предлагать исправление для неправильно написанных слов. Однако я подозреваю, что это работает только на мобильных устройствах, потому что на декстопе у меня это работать заставить так и не удалось. Еще два полезных свойства это Password и PIN. Password и PIN внешне выглядят абсолютно одинаково. Они закрашивают все введенные символы в звездочки, так же как это делается во всех других программах или на сайтах. Однако отличаются они тем, что в поле со свойством Password вы можете писать все, что угодно, а в свойства со значением PIN можно писать только цифры. Ну и последним элементом этого раскрывающегося списка является Custom, который позволяет нам более расширенно настроить ограничения данного поля для ввода. Из скриптов с InputField можно взаимодействовать так же, как и с любым другим компонентом, а текст из него получается просто обращаясь к свойству текст. Далее нам предоставляется возможность корректировки каретки нашего поля ввода, мигающего курсора, который сопровождает все поля ввода в привычном нам понимании. Настроить мы у него можем три основных параметра. Это частоту его мигания, ширину его или толщину и цвет. В отличие от всех предыдущих элементов интерфейса, у данного элемента присутствует сразу два события, которые будут отрабатывать при работе с ним. Первое – это событие, которое будет отрабатывать при любом изменении. То есть, если вы печатаете, при каждом напечатанном символе будет срабатывать событие по изменению. Это событие может быть полезно, если вам нужно контролировать, что вводит пользователь. Вы не смогли этого настроить посредством настроек самого компонента. И вы уже из скрипта смотрите, возможно, пользователь вводит какие-то запрещенные символы. И, соответственно, либо сообщаете ему об этом, либо просто за него их удаляете. И второе событие срабатывает после того, как пользователь закончил печатать. То есть, когда фокус пропадет с поля для ввода, например, перейдет на какое-то другое поле ввода, либо на вообще какой-то другой элемент управления интерфейсом. Любое поле для ввода также может быть однострочным или многострочным. Вариант многострочности подразумевает также два варианта. При выборе первого варианта многострочности пользователь сам не будет иметь возможности перейти на новую строку. Однако, если он будет печатать достаточно длинный текст, текст автоматически будет переноситься. При втором варианте пользователю дается возможность по нажатию на клавишу Enter переходить на новую строку. Следующим по списку элементом управления интерфейса является панель. И по совести она совершенно скучна и неинтересна. То есть, это просто подложка, на которую можно положить какой-нибудь другой элемент интерфейса. Если быть уже до конца точным, то это просто картинка. И следующим элементом, который мы сейчас рассмотрим, является scroll view. Scroll view по совести это компонент, которого не существует в Unity как таковом. Это тоже комбинированный элемент, который основывается на компоненте scroll rect. Scroll rectу для полного счастья нужно несколько свойств. Это некая площадь покрытия, внутри которой он, собственно, будет прокручивать весь контент. И, естественно, сам контент, который необходимо прокручивать. А также у него в качестве двух дочерних элементов являются два scroll bar. Это горизонтальный и вертикальный. Обе этих полосы прокрутки могут быть либо включены перманентно, либо установлены на автоматическое появление. Для того, чтобы посмотреть, как работает данный компонент, давайте создадим просто очень большой текст. Субтитры создавал DimaTorzok Попытаемся его прокрутить, и, как мы видим, ничего не происходит. То есть мы пытаемся, но он возвращает наш текст на место. Это происходит потому, что наш объект, который именуется контентом, по размеру не превышает размеры самой области видимости. Если мы его увеличим в высоту, то у нас автоматически появится вертикальная полоса прокрутки. Если же мы его расширим, то у нас появится горизонтальная полоса прокрутки. Все прекрасно. А дальше, опять-таки, пролистывая, мы можем обратить внимание, что если вдруг мы пытаемся выйти за пределы, то наш скроллбар нас мягенько возвращает назад. Для контролирования данного свойства есть одна настройка. И у этой настройки есть три параметра. Один из них как раз-таки установлен по умолчанию, и он подразумевает, что мы не можем потерять наш контент, убрав его за границы видимости, и плавно его возвращает назад. Если выбрать первый элемент, значение свойства Unrestricted, то наш скроллрект никаким образом не будет нас ограничивать в прокрутке. И если мы прокрутим наш контент дальше, чем он заканчивается, то он просто улетит куда-то за границы. Значение же свойства Clamped точно так же, как Elastic будет нас ограничивать в перемещении, но будет делать это жестко, без всяких плавных возвращений на место. Вот, собственно, и все. Все основные элементы интерфейса рассмотрены, все их основные свойства рассказаны. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. В прошлом видео я показывал, как пользоваться системами контроля версий, и сказал такую фразу, что если вам недостаточно информации по SVN, то спрашивайте в комментариях. Но впоследствии я подумал и пришел к выводу, что информация по SVN излишня, потому что гид выполняет полностью все необходимые функции, которые нужны для системы контроля версий, и поэтому по SVN отдельного видео снимать я, наверное, все-таки не буду. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте пальцы вверх, делитесь им с друзьями. А если не понравилось, ну что делать, ставьте пальцы вниз, пишите в комментариях свою конструктивную критику, и обязательно пишите темы для будущих уроков, чтобы мне было понятней, какая тема интересует вас более всего. Всем спасибо за просмотр. Все это время в эфире был LoftBlog. Для вас вещал Николай Алексеев. Всем спасибо, всем пока.